Значит, смотрите, когда мне сдавали за счет люди, у которых сессия внезапно закончилась в июне, в мае, вот, я обнаружил, что у нас с вами провисла одна тема важная, которая даже важнее, чем то, что анонсировалось в начале семестра, вот, а главное, у этой темы есть такая нехилая отсылка назад в курсы по, в принципе, разработке, по, в принципе, программированию, ну, например, например, в третий семестр, где у нас там программирование на C, makefile и вот это все. Значит, с чем я встретился, с чем я встретился, когда мне сдавали домашние задания, ну, семестровые проекты, люди неделю назад, это две недели назад, приезжает гид-репозиторий, ну, примерно такой, в нем лежит PO-файл, и при попытке запустить программу, естественно, никакого перевода не возникает. Вот, ну, вот, да, все на английском языке, все круто, вот, хотя PO-файл лежит, и люди на голубом глазу мне говорят, слушайте, ну, вот вам PO-файл, я же сделал перевод, а вы говорили, что MO-файлы хранить не надо в gt, что, в общем, чистая правда. И вот здесь мы, значит, упираемся в довольно большую тему, которая мне представляется даже более важной, чем документирование. Ну, конечно, документирование – это важно, мы очень зря его пропинали в соответствующую лекцию, но, к сожалению, у нас всего 11 лекций было в этом семестре, поэтому мы просто не успели, да, надо будет в следующий раз как-то это перепланировать или все-таки хотя бы 12 лекцию где-то провести. Вот. Так вот, эта более важная тема называется, в общем случае, сопровождение кода исходного. Это диплоймент, это рассказ о том, как вообще внутри себя исходный код устроен, что из исходного кода исходное, а что не исходное и так дальше. Вот. И вот эта-то, эта-то тема я на сегодня и оставил, потому что она важнее, чем, ну, не так, она не важнее, она насущнее, чем, чем вот то, что у нас еще оказалось не успех, то, что мы не успеем. Значит, смотрите, когда вы делаете проект, какой-то, неважно какой, у вас есть гид-репозиторий с некоторым рабочим деревом каталога. С рабочим каталогом деревом. В этом рабочем каталоге, как я уже не раз говорил, лежат файлы, которые вам нужны, и не лежат файлы, которые не нужны. Ну, в частности, у нас есть прекрасный, прекрасный файл под названием gitignore, в котором мы перечисляем все те шаблоны файлов, которые не надо добавлять в репозиторий, даже по команде git add явно. Файлы, которые называются вот так, гид просто игнорирует. Вот, об этом у нас был разговор где-то в начале семестры. Вот. Все остальные файлы, когда они появляются в вашем рабочем каталоге, вообще говоря, являются кандидатами на то, чтобы попасть в гид-репозиторий. Например, сейчас я откачусь немножко назад. Вот здесь вот, наверное. Вот. Значит, например, мы взяли и создали с помощью MSG-FMT соответствующий MO-файл. Ну, то есть, сначала мы с помощью MSG-MERS понятно, как мы это говорили, слили перевод и этот самый и горшочек, потом, значит, отформатировали, потом создали MO-файл, потом этот MO-файл установили в правильное место, там, где будет искать наш скриптик перевода. Вот. И вообще говоря, дайте вот так. И вообще говоря, наплодили лишних файлов, которые нам, в принципе, не нужны. это так называемые генераты. Ваш исходный код делится на примерно, не знаю, четыре класса объектов, которые в нем заводятся. Первый класс объектов, это, собственно, ваши собственные файлы, те, которые полезные, так сказать, которые лежат у вас в ГИТе. Вот. Второй класс, это локальные файлы, которые в ГИТе не лежат, но вам для чего-то нужны. В частности, вот все то, что лежит в ГИТ-Игнор, вернее, записано в ГИТ-Игнор, ну, здесь, пожалуй, вот только DB-файл, я про него расскажу чуть позже, все остальное, это действительно мусор, но тем не менее. Это полезные файлы, которые вам нужны при разработке, вот, но которые не нужно упаковывать. Которые управляют ГИТом, которые управляют некоторой подсистемой сборки, о которой мы сейчас поговорим. Короче говоря, вещь нужная. Вот. Может быть, даже перманентно нужная, то есть такая вещь, которая всегда лежит в вашем каталоге и нужна, ну, например, например, настройка для текстового редактора. Вот. Вообще говоря, является плохим тоном хранить настройки для текстового редактора прямо в ГИТе того проекта, с которым вы работаете, мало ли кому вы тем самым подкузмите и испортите эти самые настройки вместо тех, которые у него были. Вот. А вам они нужны, да, локальные настройки для текстового редактора какого-нибудь VMRC, который лежит в данном каталоге. Вот. Большой класс, большой класс файлов, которые в процессе разработки у вас появляются, то есть название генераты, я не знаю, по-моему, я сам это придумал, ну, то есть, это такой довольно общий термин, но не помню, чтобы он встречался в популярной литературе. Генерат – это файл, который в процессе разработки создается и который можно смело удалить, удалить, потому что он пересоздастся. В частности, генератом является горшочек, потому что он выковыривается с помощью этого самого x-get-текста или с помощью вот того питоновского get-текста, о котором мы говорили. Вот. В частности, генератом является ему файл, потому что он скомпилированный. Вот. И он же установленный в каталог вот сюда, вот, где тут, вот сюда, вот, это тоже генерат. Генераты, на самом деле, бывают, ну, грубо говоря, трех видов. Двух, соврал. Первый генерат – это тот, который можно смело удалять вообще всегда. Промежуточный файлер. Кстати сказать, если вы пишете программу не на питоне, скажем, на C, то там вот с генерированных файлов будет полным-полно. И это объектники, и это промежуточные библиотеки всякие, с которыми, это какие-нибудь скомпилированные хедеры. Если вы пользуетесь автотулс или как чем-нибудь в этом духе, там будет огромное количество файлов вспомогательных для или лептул какой-нибудь. Вот для этого всего. Короче говоря, если ваш проект написан на компилированном языке программирования, то промежуточные результаты компиляции и линковки – это тоже генераты, причем генераты, которые нужны только на момент разработки. На момент, когда вы запускаете свою программу, эти генераты не нужны. Но бывают генераты, которые пересоздаются, но которые нужны на момент работы программы. В частности, из имеющихся у нас вот этот файл не нужен при работе программы вообще. Это промежуточный шаблон. Вот этот файл, вообще говоря, тоже не нужен, потому что он нужен в другом месте, он нужен там, куда его устанавливает мой сценарий, вот здесь. Таким образом, вот эти файлы считаются локальными и их можно вообще удалять. А вот этот файл, он как бы нужный. Нужный для работы вашей программы. Без него, естественно, просто не будет никаких переводов. Если мы не создадим моего файла и не положим его в нужное место, перевод не будет работать. Вот. Что, собственно, нас отсылает как раз к теме третьего семестра. Я надеюсь, что у вас в третьем семестре были make-файлы хотя бы чуть-чуть. Понятно. Ну, тогда я про них чуть-чуть расскажу. Значит, смотрите, вообще говоря, идея make-файла, конечно же, зародилась у программистов на C, потому что, когда вы создаете огромный проект на C, очень бы хотелось, чтобы те файлы, те объектники, которые у вас создаются из исходников на C, создавались не каждый раз, когда вы хотите получить программу, а только в том случае, если те исходные файлы, из которых эти объектники создаются, make-файл нужен, изначально был для того, чтобы, если у вас есть там 100 исходников на C, чтобы из каждого из них нагенерировать по определенным правилам объектник, из этих объектников нагенерировать библиотеки, из этих библиотек нагенерировать бинарник. При этом, если вы меняете один файл на C, то у вас, соответственно, не пересоздается все, а пересоздается соответствующий объектник, пересобирается соответствующий, перекомпонуется соответствующий библиотеку, в который объектный входит, и пересобирается бинарник. Вместо 400 команд у вас выполняется 4. Формат make-файла примерно вот такой. Плохо видно. А, я знаю, надо просто сделать не так, а вот так. О, формат make-файла примерно вот такой. Значит, в нем есть переменные, вот это определение переменных. Я сейчас очень-очень-очень бегом рассказываю про make, потому что это тема не нашего семестра. Вот, у него есть переменные, вот они. У него есть так называемые таргеты. Таргет это то, что нужно сделать. Причем таргетом могут выступать прямо файлы. Вот это файл, таргет. А могут выступать абстрактные сущности. По-хорошему их надо еще обмазывать специальными специальными директивами, которые говорят, что вот это не файл, и, пожалуйста, пересоздавай его каждый раз. Но, в принципе, и так тоже ничего. Вот. Значит, и синтаксис следующий. Слева написан таргет, потом двоеточие, потом табуляция, и дальше справа те таргеты, которые должны быть сделаны перед тем, как будет сделан вот это. То есть, зависимости. Для того, чтобы, допустим, создать файл .mo, нам нужно, чтобы был актуален файл .po. И тогда мы возьмем и с помощью MSG-FMT этот файл .po скомпилируем в .mo. А чтобы файл .po создать, нужно, чтобы был актуален файл .messages.pot. И если, допустим, он более старый, чем .po, то надо его пересобрать, сделать MSG-Merge. Понимаете, да? То есть, если у нас .pot обновился, то .po тоже надо обновить. А чтобы файл .po, .pot, горшочек наш, был актуален, он зависит от всех файлов на питоне, потому что с помощью команды .gitText мы вынимаем из всех файлов на питоне сообщинки, формируем горшочек, вот, вот такая вложенность. Соответственно, если мы изменяем исходник на питоне, у нас по цепочке меняется вся вот эта зависимость, то есть, мы изменили файлы на питоне, это значит, что мы у нас теперь наш .pot файл более старый, чем его зависимости, это значит, что его надо перегенерить, мы его перегенерируем сообразно вот этому правилу, вот это вот getText, в данном случае используется команда на питоне, я специально ввел переменную getText, чтобы можно было, например, запускать xgetText, вот, как только у нас обновился .pot файл, выясняется, что .pot файл теперь у нас устаревший, потому что у нас его зависимость оказалась новее, и значит, его тоже надо перегенерировать, тогда мы запускаем из msg.merch, дальше, для того, чтобы собрать mo-файл, нужен po-файл, и, соответственно, мы перезапускаем msg.fmt. Давайте я покажу, значит, я говорю просто make, ничего не происходит, происходит только install, обратите внимание, что install происходит всегда, потому что вот этот target local install, это не файл, make смотрит, а если файл local install, говорит, нету, но сейчас мы его создадим, запускает вот эту программу, в результате чего файл local install не создается, а программа запускается, таким образом мы забесплатно имеем такой таргет, который запускается всегда, пересоздается всегда, поэтому, сколько бы я не говорил make, у нас происходит вот этот самый local install, теперь давайте возьмем и удалим все вручную, все наши генераты, кстати, этим занимается таргет, который называется clean, видите, у него нет ни одной зависимости, зато у него есть всякие удалятели, если я сейчас скажу make clean, то он выполнит те команды, которые у нас были в make файле, вот эти вот, собственно, удаляя все, что я считаю генераторами, прописано это пальцами, разумеется, что такое генератор, и вот если я теперь скажу make, то выяснится, что у нас под файла просто нету, поэтому сначала создаст под файл, потом выяснится, что по файл более старый, чем под, произойдет пересборка по файла, потом выяснится, что моу файла нету, произойдет компиляция моу файла, и потом произойдет install. Вот, смотрите, все как было сказано, поскольку у нас под файла нету, то мы его вот этой командой генерируем, потом мы его сливаем, в общем, понятно. При этом смотрите, если я повторяю make, то что не так? Почему он перезапускается? Интересно. Видимо, он, я понял, видимо, он решил, что хорошо, вот, значит, он решил, что наш замечательный MSG mesh решил, что ничего не изменилось, и поэтому он ничего делать не будет, и поэтому у нас PO-файл не изменился. Смотрите, я вручную отредактировал, я, грубо говоря, отредактировал RUPO, сказал ему touch, у него время изменилось, он стал новее. В результате у нас получилась ситуация следующая, что POD-файл более старый, чем PO-файл, и поэтому переделать его не надо, а вот MO-файл надо переделать, потому что PO-ток что обновился, ну, я там ничего не исправил, естественно. Я мог отредактировать, допустим, так, нам мне надо заканчивать, ну, вот что-нибудь, да, вот отредактировал. Вот, видите, у него, да, изменилась, изменилась, изменилась идентификация. Вот, если я сейчас скажу make, выяснится, что вся цепочка вплоть до POD-файла хороша, а вот MO-файл устарел, он более старый, чем PO, видите, и поэтому надо его перегенерировать и инсталлировать. Если я еще раз запущу make, то выяснится, что ничего не надо делать, но только инсталляться. Вот такая примерно картина с этим самым make-файлом. Обратите внимание, что он сравнительно небольшой. Относительно птичьего языка, который здесь использован, единственное, что имеет смысл пояснить, это, во-первых, что подстановка переменных в make происходит через доллар-круглая скобка, неожиданно во всех других языках по-другому, а здесь доллар-круглая скобка. Вот это вот символ означает таргет, вот эта лягушка похожа на мишень. Значит, эта мишень – это то, что мы хотим собрать, то есть grzat.mo target. А вот эта штука означает первый входной файл. Ну, как бы перенаправление ввода. Ну, такие вот обозначения в make-файле. Удобная штука занимает 20 строчек. встает вопрос. Да, значит, make – это то, к чему у меня руки тянутся на автомате, потому что я его хорошо знаю, пользуюсь им очень давно, и все хорошо. Но есть как бы с make-ом, ну, пожалуй, две главные проблемы. Проблема главная первая состоит в том, что он, это такой команд-лайн, который надо отдельно ставить, и не очень понятно, откуда взять в какой-нибудь вине, не знаю. Вообще, среди таких вот слегка снобистки настроенных питонистов бытует идея, что вообще все-все-все-все-все окружение, которое вы используете, должно быть написано на питоне, а вот эти вот самые бинарники, которые вы тут скачиваете и непонятно, куда ставите, это такое, ну, вот, усложнение процесса. Вот. Да, тут есть отсылка, кстати, на лекции 2012 года как раз про разработку приложений под Linux, и там все-все вот это про make есть. Вообще говоря, таких вот штук, написанных на питоне, в общем, довольно много. вот, да, консоль, питон, build tools, вот. Правда, среди этого списка далеко не все является в действительности сборочными инструментами, но с десяток точно наберется. Я там написал тысячи, конечно, их не тысячи, но с десяток наберется. Вот. Я пошарил-пошарил, нашел достаточно простой, он называется дуэт. это живой проект вполне себе. Позиционируется как automation tool, но в принципе для наших целей, для цели сопровождения исходного кода он подходит. Для того, чтобы воспользоваться дуэт файлом, вот этим самым дуэтом, вы, во-первых, ставите сейчас, как там, python3, минус mpip, install, дуэт, минус-минус user, дуэт. Вот. Что? Что ему не понравилось? Ася, tap tools. Хорошо. Хорошо. Не знаю, откуда он его взял. Да, tap tools нам понадобится в сегодняшней лекции, поэтому в любом случае, в любом случае хорошо, что мы его поставили. вот. Ой, я уже запустил дуэт. Так вот, для того, чтобы воспользоваться этим самым дуэтом, его надо просто поставить. В случае линукса вам приедет специальный специальный скриптик, скриптик, вот. Он совсем маленький. Вот. В случае Windows, боюсь, что его не приедет, но, или там чего-нибудь. Но понятно, что его всегда можно запустить, сказать что-нибудь вот такое. Та же та же самая история. В случае в том, в случае такого использования, как я сейчас продемонстрирую, этот самый дуэт выполняет роль мейка. Так вот, значит, для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы задать, вернее, работу с вашим кодом, вам нужно создать файл, который называется dododod.p, он написан, естественно, на питоне. Вот. Это просто код на питоне. Единственное, что отличается, отличает его от просто кода на питоне, это некоторые соглашения по именованию функций. Вы определяете некоторое количество функций, они даже называются task, task, подчерканное, что-нибудь. Если вы определяете функцию, которая называется task, подчеркни, что-нибудь, дуэт считает, что это, ну, считайте таргет. Только непосредственных таргетов в дуэте нету, а есть именно таск, некое задание. То есть, когда вы говорите, вот сейчас можно сказать ему дуэт лист, дуэт лист, и он перечислит все функции, которые увидел в нашем .dodo файле, которые называются task, подчеркивание, что-нибудь. Видите, task all, task exec, task install mall local и так дальше. При этом docstring используется для того, что описать, для описания того, что делает этот таск, а вот внутри таска единственное, что вы должны сделать, это вернуть словарик, а можно и последовательность, если не ошибаюсь. Могу соврать, кажется, все равно словарик. Вернуть словарик, в котором буквально описано следующее. Чего делать, какие команды выполнять. И дальше список команд. Причем вот это, ну вот здесь вот, ну вот, например, узнаете команду, да, это msgmerch. какой файл должен получиться и от какого файла он зависит, от каких файлов они зависят. То есть, как в make файле, да, значит, это команда, которую надо выполнить, это target, то, что должно получиться, а это dependencies, то, что перед этим должно уже существовать, и время создания чего будет сравниваться с временем создания таргетов. Если файл dep более новые, чем таргеты, то таргеты перегенерируются, то есть, запускаются action. Собственно, все. Вот. Помимо файл dep есть еще, по-моему, task dep вот он. Task dep это значит, что прежде чем выполнять этот task, мы должны выполнить task под названием данного случае install mo-local, в котором мы, собственно, будем что делать? Мы будем устанавливать соответствующий mo-файл в нужное место. Вот это нужное место, это его таргет, это исходник. А еще есть к нему дополнительно к каждому task, дополнительно есть еще действие clean. То есть, если мы хотим зачистить действие install mo-local, мы выполняем вот эту команду. Если мы хотим зачистить действие mo, мы выполняем никакую команду, там clean есть, но он не выполняется. Вот. Итак, в общем, про все остальное. Если мы хотим создать по файл, мы запускаем интерпретатор питона, файл pgettext, вот он, он тут ищется, видите, тут некоторые конструкции на питоне с использованием Globo, потому что в вашем дистрибутиве, в вашей операционной системе этот pgettext может хрен знает где лежит, он не является модулем. Вот. Ну и все файлы, которые написаны на питоне, мы этому gittextу скармливаем. Они с помощью Globo-Globo собираем список файлов, которые виды звездочка .p, а потом их объединим через пробел, да, и вот в таком виде мы скармливаем это gittext. Вот. А дальше все понятно, значит, из них делается горшочек, он зависит от всех p-файлов, это список файлов, вот он тут создается. Ну и собственно все. Вот. Как это работает? Мы говорим do it. Да, забыл показать. Задания, которые запускаются по умолчанию, когда вы говорите просто do it. Запускает задание под названием all. Задание all у нас где-то описано в конце, вот оно. Оно просто задание. У него есть единственная зависимость, это задание install local. У задания install local, вот оно, у него есть зависимость файл grzat.mo должен быть сделан, вот, а фактически оно его только устанавливает локально в текущий каталог. Вот, ну и дальше по цепочке. Кто, у кого, значит, должен быть сделан файл grzat.mo, для кого он является таргетом. Вот он, таргетом он является для задания mo, у него есть зависимость от файла ru.po, да, значит, для кого он является таргетом. Вот он. Ну, в общем, понятно. Теперь, значит, давайте все это вместе запускать. Мы говорим do it. И вот он, видите, перечислил все задания, которые он сделал. Он запустил, запустил сначала задание pod, потом задание po, и это вывод от msg-merger, потом задание mo, и потом задание install mo.local. Интересно, у него есть какой-нибудь verbose mod или debug какой-нибудь? Кажется, нет. Ну, ладно. Интересно, что скажет help, допустим. А, ну, естественно. То же самое, что list. Ну, вот. Значит, мы могли, мы могли, смотрите, сейчас я скажу ему clean. вот, он все поудалял. А, нет, еще можно clean. Нет. Ну, хорошо. Do it clean. Можем, мы могли вот эти таргеты, вот эти таски, запускаясь по очереди, мы могли сказать do it pod. Вот он создал pod файл. Вот он. Видите, он говорит минус-минус. Это значит, что pod файл не нуждается, taskpod не нуждается в запуске. Он проверил его таргеты, таргеты на месте, все хорошо. Что там еще? Mo, да? Вот. Видите, опять, для того, чтобы сделать mo файл, запускается msg.fmt, но taskpod и taskpo не был запущен, потому что do it проверил соответствующие таргеты и выяснил, что там с зависимостью все в порядке, эти файлы свежи. ну вот. Теперь у нас образуется каталог, который ru cmsg. Это переводы, и теперь, если мы скажем ему, вот там что-то, там, по-моему, даже есть run, экзек, экзек, экзек. Можем сказать, дует экзек. И он запустил нашу, нашу приложеньку, она уже, видите, переведенная, потому что файлы угодили в нужный голос. вот. Это что касаемо обслуживания исходников на уровне генераций, удаляемые, и настоящие исходники. И мы говорим теперь duit clean. И она нам все удаляет. Правда, правда, видите, остался pcache. Вот. Обратите внимание, кстати, на вот этот файл. Дело в том, что ddo, ну, duit, хранит результаты своих исследований относительно того, какие там зависимости в каком-то скомпилированном виде вот в базе данных под названием duit db. И это как раз такой типичный локальный генерат, который, в принципе, нигде не нужен, но при работе нужен. Да, его, в общем, можно не удалять. Он никому не мешает, если его в gitignore прописали. Вот. То же самое относится к pcache. Да, pcache можно не удалять, он все равно потом создастся автоматом. Вот. А вот эти все moa-файлы и, значит, pote, их надо удалять. Вот. Надо сказать, что вот этот duit это довольно маргинальный инструмент. Вообще говоря, люди пользуются более толстыми штуками. Ну, вот, например, есть модная штука, которая называется mison build. этим mison'ом там собираются самые удивительные люди. Ну, вот, видите, это список того, кто собирает свои проекты не мехом, а mison'ом. Вот. mison' – это такая питоновская оболочка, позволяющая не только заниматься обслуживанием исходников в вашем дереве, но также, например, запускать тестирование разнообразное и с интеграцией в всякие системы автоматического дипломента, ну и так дальше. mison'ом написан на питоне. Единственный его, ну, скажем так, недостаток состоит в том, что он пользуется для собственной сборки. Да, это такая большая подсистема сборки больших проектов. А для собственной сборки по зависимости он пользуется штукой, которая называется ниндзя. где она тут? Вот, ниндзя. И эта же штука написана на C++. Неожиданно. То есть, если вы ставите bizon, то он с собой подтаскивает вот эту самую нинзу, бинарник, или не подтаскивает. В общем, надо с этим как-то ну смириться с тем, что у вас будет жить ниндзя на компьютере. Но с другой стороны, ну бинарник, ну хорошо, ставите bizon, он его запускает, и всем хорошо. Кстати, давайте попробуем, я не пробовал, вдруг там не так все страшно. лу-лу. А, минус-юзер забыл. не хочет. То есть, если я сейчас этот bizon запущу, ну да, откуда он будет брать, откуда он будет эту самую нинзу брать, я не знаю. в общем, у нас нет особо времени на то, чтобы разбираться, как работает bizon. Повторяю, это большой, мощный и очень популярный фреймворк. Мы только что почитали проигрушенный фреймворк. Мое резюме. С этим дуэтом, а также с Mizon, Ninzi, Shminzi и кто там еще есть, этот самый Esconce, по-моему, есть еще такой на питоне фреймворк для сборки. Software Reconstruction. Очень у меня плохие о нем воспоминания, на самом деле об этом Esconce. Хотя, хотя, вроде он довольно свежий и живой. Ну, странненький он в любом случае. Чуть у нас с интернетами. Ну, ладно. В общем, Esconce тоже вот примерно такая же утилита и тысячи их. Главный недостаток всех этих инструментов, как это ни странно, по сравнению с make. И это прозрачный синтаксис. Сравните. А, ну, давайте другим цветом, да. Вот это makefile. Вообще ничего лишнего. Target, dependency, команда и макросы по подстановке того, что вместо чего у вас собирается. а вот это, например, dodofile. Да, у вас есть возможность на питоне написать всякие волшебные штуки. В случае make вам придется писать на shell. Вот и вся разница. Но зато синтаксис, да, питонячий, вот такой. Некоторые инструменты сборки предусматривают свой собственный синтаксис, но все равно почему-то, я не знаю почему, я их посмотрел какое-то количество, почему-то вот такой, как бы это правильно сказать, почему-то всегда у них много синтаксического шума. Не знаю почему. Возможно, программисты, которые это все разрабатывают, они, ну, будучи программистами, им совершенно не то самое, не лень написать десяток другой лишних буквок. Вот. И прочитать тоже. Вот как программисты на Java, да, они же могут километровыми прям вот мыслить, километровыми такими полотнищами. Вот. Возможно, дело в этом. Не знаю. Поэтому я повторяю, что когда я говорю про сопровождение исходного кода, я всегда сваливаюсь в makefile и пишу makefile, потому что это быстро работает сразу все. У make есть еще один недостаток. Чем больше ты его изучаешь, тем непонятнее он становится. Вот если пытаться прочесть всю документацию по GNU make, конкретно отъезжает крыша и обратно не приезжает, потому что там очень много всего интересного или неинтересного, смотря с какой стороны посмотреть. Вот. А в остальном make это очень здорово. кстати, если уж зашла такая сейчас эксклюзивчик маленький. Никого отношения к сегодняшней теме не имеет. Ладно. Учебник по мэйку у меня есть. По-моему, это вот здесь. Нет, это манная. Манная. Нет, это не манная. То, что надо. Вот. Это учебник по очень-очень старому make, существенно менее развесистому, чем GNU make, и по этой причине этот учебник можно прочесть. Это где-то 80-х годов текст. Это прям учебник, это не сухая инструкция, которая говорит, а вот вам 300-500 опций, а вот вам 100-500 вариантов подстановки и так далее. Так что, если кто-то решил поизучать make, вот начать с этого, это хорошая идея. Вот. Место очень странное. Вот. Это мой рабочий компьютер, документация к советской вычислительной машине под названием Besta. Вот. Но она была такая условно-советская, это была Motorola 68 300, по-моему, на базе Motorola 68 3K, но тем не менее, это у вас. Вот такая вот штука. Это был абсолютный шеофтоп. Мы переходим дальше. Есть еще более замешанные в процесс разработки исходного кода, в процесс разработки, не только в поддержку исходного кода, в процесс разработки штуки. Например, P-Builder. Это такой проект, который предназначен уже для, условно говоря, промышленного программирования. То есть, у вас будет не только возможность контролировать сборку, но еще и возможность задавать всякие штуки, связанные с тестами, где еще будут какие-то плагины к разным популярным средам разработки, например, к Sublimo, еще будут веточки, причем не только к Sublimo, еще будут возможность к этому P-Builder написать свои плагины на Python, которые будут встраивать его в ваш процесс разработки, ну и так дальше. Короче говоря, это для больших проектов, когда у вас реально сложная система сборки и система диплоймента, и там есть плагинчики, которые позволяют куда-то на площадку диплоить, смотреть, какой-нибудь автобилд запускать, ну и так дальше. Кажется, я закрыл не то, что хотели. Вот. Ой, у нас осталось мало времени. Да, значит, следующий... Сейчас, извините, поправлю, тут в одном месте. Следующая тема, которую я вынужден просто повторить, мы ее в самом начале потрогали, но потрогали мы ее так без удовольствия, а надо было трогать ее с удовольствием. И это создание окружений для разработки. Помните, про virtual был разговор где-то в самом начале. Настала пора вернуться к разговору про virtual length. Я постараюсь быть достаточно кратким, потому что к нему есть прекрасная документация на самом питончике. Вот. Идея стоит в чем? Смотрите, вот у вас есть хост-система ваша. В ней стоит питончик, и в ней стоит 100-500 каких-то модулей, которые нужны, вообще говоря, для работы программ, написанных на питоне, установленных в вашей хост-системе. Особенно, если это Linux, там полно-полно программ, написанных на питоне. Вот. Вам эти модули не нужны. Для вашей разработки, возможно, вообще никакие модули не нужны. Ну, или нужны, потому что все-таки вы разрабатываете не какую-то наколенную поделку, а какой-то, значит, вот приложенец. Было бы очень неплохо организовать, если не совсем уж изолированное окружение, то, по крайней мере, такое место, в котором бы откладывались только те модули, которые нужны для работы вашей программы. И больше ничего. Для этого, как я уже показывал в начале семестра, есть специальный модуль, который называется virtualenv, но он внешний, а с некоторых пор в питон входит модуль, который называется vinv. Вот. и работа с ним устроена примерно так же, как работа с virtualenv. Ну, например, так. Мы говорим python3 минус nvnv и дальше название того места, где у нас будет виртуальное окружение, ну, скажем, project. Что-то при этом происходит. Сейчас мы увидим, что происходит. Создается каталог prodj, в нем создается каталог bin со всякими полезными скриптами, причем эти скрипты, как я понимаю, в виндовсе написаны на cmd, а в линуксе написаны на shelly, или даже еще есть на cshell, или еще на fish. Вот. В нем же создается каталог с... всякие вспомогательные каталоги. Вот. И если мне не изменяет память... А, не, не bin. Да, елки-ка. Да, там будет конфигурационный файл к нашему окружению. И в каталоге lib у нас будет, собственно, пакет. Пакетов сейчас там стоит три. pip, setup tools, извините, два. А, и easy install еще. Вот. В зависимости от того, чем вы собираетесь устанавливать пакет. Я советую pip, конечно, ставить. Вот. получается такой и больше ничего. Для того, чтобы начать работать внутри вот этого как бы изолированного окружения, потому что оно ни разу не изолирование, конечно, вы просто говорите, туда заходите, как на упражне называлось, да? И в случае Linux-а говорите, допустим, .bin activate. Обратите внимание, что изменилась командная строка вот здесь. и у нас если мы сейчас запустим питон безо всякого три, то это будет актуальный третий питон, на который у нас просто в бине лежит симлинка, вот это. вот. И главное, главное, что в нет, ос, а, sys, кардон. Главное, что в Python Path у вас будет прописана вот такая вот штука. То есть, когда вы будете ставить пакеты питоновские, они будут ставиться к вам вот сюда, а больше никуда. Соответственно, все нужные пакеты для вашей работы приедут в это самое, как бы, виртуальное окружение, и потом их можно будет с ними что-то делать. Зачем это нужно, вся безобразие? И это все безобразие нужно вот для чего. А, ну вот, да, давайте поставим пакет какой-нибудь. Обратите внимание, что не pip3, да, и не минус-минус user, как я это делал в обычном окружении, а прямо pip и прямо install, потому что у нас все нужные, все места, в которые происходит установка, теперь pip называется pip, питон называется питон, и пакет, вернее, каталог для пакетов называется вот так. Мы вот только что сюда заглядываем. Ну вот он где-то тут и лежит, смотрите. Вот от duit, который поставился, вот cloud pickle, который поставился по зависимости с тем где-то здесь. Еще panetify должен был поставиться. Вот panetify, который поставился по зависимости. Собственно, вот. можно сделать минус-минус апгрейд, кстати, он нам советует сделать минус-минус апгрейд, потому что у вас, пип старый, давайте новый пип поставим. Обратите внимание, опять-таки, что он поставился в текущий каталог вот сюда, вот, а вовсе не в системный, да? Чем удобно работать с виртуальным окружением? Напоминаю, что оно ни разу не виртуальное, ничего, кроме того, что у вас в Python path вставлена вот такая штука, а еще в переменный path вставлена вот такая штука. Ничего, кроме этого, не изменилось. Все модули доступны, все доступно. Вот. Но, как видите, удобства намного больше сразу стало. Еще интереснее, ну, кстати, что нам скажет пип-лист? Я боюсь, что пип-лист нам скажет все. Нет. Вот. Это, смотрите, пип говорит, а вот установленные локально у вас пакеты вот такие. Еще одно удобство состоит в том, что все установленные вами пакеты и только они, которые входят в состав того, что вам нужно для работы вашей программы, можно сформатировать с помощью команды pip-freeze и получится вот такая вот картинка. Понятное дело, что setup tools и pip не входят в этот список, а вот cloud-pickle, pen-tify и do-it входят. То есть в наше окружение дополнительно было установлено три модуля cloud-pickle, do-it и pen-tify вот соответствующей версии. И вы можете использовать вот эту информацию в качестве набора зависимости для для вашего проекта, который вы здесь делаете. То есть все те модули, которые вы понаставили в это локальное окружение, с помощью pip-freeze образуют список, и этот список можно вообще даже использовать. Сейчас вот тут будет пример. Мы можем взять и сказать вот так вот. Pip-freeze, ну дайте скопипастим для быстроты, а то у нас время бежит. Pip-freeze вау больше requirements.txt. Во. Вот этот формат имя модуля равняется версии. Отлично можно использовать для того, чтобы делать pip-install и подкладывать requirements-файл в качестве исходника. Вот смотрите, давайте мы все уберем. так, давайте pip-uninstall что там у нас? Do it. P-initify cloud-pickle Yes. Yes. Все. Все, ничего нет. Pip-freeze нам покажут пустой список сейчас. Вот. Мы можем сказать pip-install минус r requirements и файл, который мы только что сгенерили. И у нас будет установлено все три модуля, а если их там будет 10, то все 10. Вот таким образом простейшим вы вручную определяете те зависимости, которые вам нужны для того, чтобы ваш программ вообще работал. ну и соответственно в ней-то идет разработка в этом самом венве, да, значит, не забывайте только, что если вы напишите в вашем модуле, в вашем программе питоне, будете использовать модуль, который есть в системе, он его увидит. В принципе, у венва кажется сейчас давайте вот что сделаем. Ой, сори. В принципе, у венва кажется есть опция, которая нету, да? Нету. Ну ладно, бог с ним тогда. Значит, дальше больше, потому что на самом деле на самом деле того, что вы ну как-то проконтролировали, какие у вас есть модули в зависимости недостаточно. Мы переходим к стадии, которая условно называется дипломент. Окей, программа ваша у вас на компьютере работает. Как сделать так, чтобы саморабатывал еще у кого-нибудь. И тут выясняется, что это не так ответ на этот вопрос не слишком прост. Смотрите, а что вы хотите? Вариант номер один. Это давайте сделаем модуль, который мы опубликуем, как все нормальные люди, в Python пэкш-индекс. То есть мы не будем делать приложеньку, мы не будем делать инсталлятор, мы сделаем полноценный модуль, который можно будет опубликовать в ПП. И это один путь распространения вашего приложения. Этот путь достаточно гладкий, но много чего нужно сделать. Хотя по минимуму не так уж много, сейчас покажу. Вот. Значит, некоторое время тому назад из состава, вернее, внутри состава питонского сообщества образовалось такое подсообщество, которое называется PIPA. Это Python Packaging Authority. То есть некоторая группа заинтересованных людей, которые занимаются именно вопросами пакетирования, дистрибуции, дипломента. Короче говоря, организации пакетных в питоне приложений или модулей, средств их доставки, вот этим всем. Почему это так возникло? Потому что к этому моменту было разработано несколько альтернативных способов, и каждый из них был кривоватенький. Ну, потому что каждый у себя в углу какие-то средства дипломента допиливал, а хотелось бы объединить усилия, и они их объединили. И, надо сказать, очень эффектно это сделали, то есть прям целый сайтик, целый прям группа сайтов. Вот. Ой, что-то я такое удалил полезное. Достаточно развесистый текст по тому, как его как вообще работать с пакетами. Смотрите, руководство по установке пакетов, руководство по работе с зависимостями, это то, о чем мы только что поговорили. Вот. Тут чуть побольше всего, ну, там, PPN в какой-нибудь вас. руководство по тому, как превращать пакет, ваш питомский код в пакет. Вот. Да? И где-то там еще руководство по... А, ну, понятно, как бинарники театра. Ну, бинарники это мы не рассматриваем. Вот. Более того, вот это руководство по тому, как сделать пакет, заканчивается публикацией его на... в этом самом... Где-то тут. Сейчас, где-то тут была публикация. О! Публикация его в PPN. Вот. Вы там заводите себе ключик. Ну, этого делать мы не будем, а вот модуль наш соберем. для того, чтобы из этой штуки собрать модуль, его надо немножко перекроить, потому что... Где это? Вот. Потому что... Потому что... Ой. Смотрите, как устроено. Помните, когда у нас была лекция про пакеты, как устроен вообще пакет? Пакет лежит в каталоге. В этом каталоге должен быть файл init. Если вы собираетесь запускать пакет по имени, типа Python 3-m именем пакета, должен быть еще файл main. Вот. Дальше там же лежат какие-то внутри него собственно полезная нагрузка. А снаружи от этого каталога, где лежит ваш пакет, должен лежать файл setup-ы, в котором вы собственно описываете процедуру сборки и инсталляции. По умолчанию файл setup-ы вот минимальный, возможно, вот такой. Сейчас его покажу. он пакет реструктурированный. Сейчас. Так. Во! Вот это уже более развесистый, оформленный в виде пакета, модуль. сейчас покажу. Значит, исходники лежат у нас вот здесь. Вот. Сейчас. Вот. Вот. Минимальная. Минимальная дистрибуция. Вот здесь у нас лежат исходники. мини. В мини там тупо написано, в нисе там тупо написано импортировать все, а еще там написано, что наш модуль называется грыза. Вот. В мини там лежит всего лишь вызов функции мейт, а все, что было в нашей приложеньке, лежит вот здесь. вот она функция мейн, да, то есть, ну, изменения минимальные. Вот это наш flow-файл. Вот. А вот это наши сетапы. Давайте на него посмотрим. Это практически минимальные сетапы, за исключением двух последних строчек. Вот. Скорее всего, вы публикуете эту штуку на гитхабе, у вас есть readme, и этот прекрасный readme.md отлично подходит в качестве поля, которое называется description. Нет, long description, простите. Вот. Мы, собственно, вызываем функцию сетап, видите, да, это просто вызов функции сетап. Вот. Перечисляем поля. Имя, версия, автор, почта, короткое описание, длинное описание, адрес, URL, вот, пакет, из которых состоит, при этом вам не нужно делать это вручную, видите, есть у setup tools, есть специальные, специальные функции, которые их находят. Классификаторы, согласно классификатору пы-пы, да, на каком языке написано, какая лицензия, и под какую, под какую операционную систему. Вот. И тут еще один дополнительный кусочек, про который я чуть позже расскажу. Буквально совсем простой. Вот. Значит, вот этот уже setup вам позволит частично автоматизировать пересборку вашего проекта, особенно если он содержит какие-то сишники, и там нужно что-то пересобирать с помощью макфайлов дальше. Но главное не в этом. Главное в том, что он позволит сформировать из вот этого вот пакета, или нескольких пакетов, если у вас их там несколько, собственно, дистрибуцию. То, что можно будет передавать другому пользователю. Фактически нам ничего не нужно для работы, ну, давайте попробуем Python Python 3 setup help. Ну, просто help. А, setup2, да, Python2, отлично. Отлично. Ну, или минус-минус help. Да, что-то будет делать. Вот. Значит, собственно, вот этот setup.p это обращение к модулю setup tools, вот, из которых два главных, это build и install, вот, но есть еще всякие неглавные, например, можно сказать, минус-минус help commands. Вот. Помимо build и install, есть еще некоторое количество команд, которые можно выполнить. В частности, тут где-то есть создать бинарный дистрибутив, gdist-egg, например. Вот. Ну, давайте попробуем сказать ему build для начала. Вот. Вот тут он ругается на неустановленный один модуль. Сейчас я его установлю. Но даже в этом случае у нас уже, смотрите, образовался каталог build, в нем образовался каталог lib, в нем образовался и в нем наш установленный модуль. Вот эта штука, из нее можно делать уже какой-то дистрибутив. Сейчас, давайте попробуем какой-нибудь сделать. Сейчас, я забыл, что. Вот здесь у меня написано, что. sdist. sdist, вот. sdist, это source distribution. Видите, он сделал tarball с названием и по имени, с версием по версии, targz, можно сказать ему tar.tv, вот эту штуку, в которой затолкал все, что у вас было. Вот. Кстати, не все. Кстати, не все. Он не затолкал туда перевод, вот эту штуку. Это плохо. Значит, setup file плохой, значит, надо, сейчас я это делать уже не буду, у нас времени нету, но в принципе, вот я когда буду дополнять конспект лекции, надо в setup file добавить, что мы не только пакеты, да, распространяем, но что мы еще файл под названием вот этот, grzat.ru, ru.po, его тоже распространяем в составе исходника. А то тут его нету. Нехорошо. Вот. То есть, в действительности, поскольку мы не только питоний файл распространяем, но и вот этот, в составе исходных текстов, но и перевод, в setup'е должно быть где-то указание, что этот файл тоже надо с собой носить. Значит, я это напишу потом. Вот. Главное другое. Главное это, что я порылся в, опять-таки, в модулях. Если вы хотите сделать полноценное приложение с переводом, то и его как-то деплоить, то есть делать из него какую-то дистрибьюшн, то для этого вполне подходит модуль, который называется Babel. Он большой такой. Вот он. Я о нем, наверное, упоминал, или забыл упомянуть, когда мы говорили про переводы. Это, собственно, сильное, сильно развесистый инструмент, говорил точно, я помню вот эту штуку, сильно развесистый инструмент для поддержки переводов в том виде, в виде текста, который мы с вами говорили, но еще и не только. И в частности, у Babel есть плагины для Setup Tools, которые позволяют складывать в дистрибутив еще и переводы и части от них. Вот. Но для того, чтобы показать это совсем-совсем на пальцах примитивно, я порылся, порылся, порылся в ПП и нашел модуль, который называется сейчас скажу, как он называется. Называется он мой инсталлер? может быть, через дефис. Нет, вот он. что делает этот модуль? Он подсовывает Setup Tools дополнительную логику. Можно, кстати, сейчас его найдем, просто посмотрим документацию, он простой. дополнительную логику по сборке переводов из ПО-файлов, да, вот. Ну, собственно, тут написано, буквально написано, что бабель большой, а этот самый мой инсталлер маленький и ничего делать в нем вообще не надо. просто пишите вот такую штуку локал СРЦ и дальше название директории, где у вас должна лежать локаль. Дальше кладете файл, который должен называться, сейчас скажу, как он должен называться, по-моему, он должен называться имя домена, дефис, имя языка, точка ПО. Домен, помните, что такое? Это произвольное название, собственно, чего перевод. у нас, помните, он назывался апт, например, по умолчанию называется, по-моему, messages. Вот. А здесь у меня называется грызат. Поэтому, значит, я переименовал файл ru.po в грызат.ru.po, подсунул в setup tools, вернее, в setup файл подсунул вот такую вот штуку. Вот это локалия СРЦ, это сигнал того, что будет использоваться мой инсталлер и что исходники локали лежат прямо здесь. Вот. И теперь, если я скажу, будет а, да, значит, я из dodo файла убрал, убрал, что-то я не вижу, чтобы я из dodo файла все убрал. Давайте посмотрим all. А, вот, setup rebuild и больше ничего. На самом деле, вот эти po и вот этот mo можно из dodo файла в принципе убирать, потому что теперь этим будет заниматься по инсталлер. Ну, давайте сделаем так. Давайте посмотрим clean. По-моему, вот так еще надо сказать. Вот. Если я сейчас скажу do it, o, то есть самим фактом того, что давайте мы setup2 лучше запустим, сейчас еще раз скажу, простите, python3 setupy build. обратите внимание, что помимо build'а и build'ы, он еще запустил build.mo, это собственно результат установки этого модуля. Там есть какой-нибудь минус-минус в Airbus? Нет, нету. так. Может быть, надо минус vv сказать? Нет, не умеет. Ну, ладно. Короче говоря, на самом деле установка такой штуки позволяет нам сильно сократить do-do файл, я сильно подозреваю, что вот это нам теперь не нужно. Вот это нам теперь не нужно и вот это нам теперь не нужно. Нам нужен только all и dist. Вот. Ну-ка. так. Вот у нас нет ничего. Ну, пока же есть. Вот, совсем ничего. Мы говорим do it. И у нас есть в build'е вся штука, включая локаль. Вот. поскольку вот этот конкретный мой инсталлер раскладывает переводы прямо в каталог с модулем, видите, куда он его положил, да? Вот это как бы модуль, дальше идет имя модуля, а дальше идет слово локаль. Это, в общем, допустимо. То есть, он кладет не в системный локаль, потому что мы не знаем, где системный локаль, а модуль таскает его с собой. Мне пришлось модифицировать вот это как бы мне пришлось модифицировать место, где я делал инсталл. Во, видите? Вот. Если раньше там было getTextInstall и здесь стояла просто тупо точка, потому что в текущем каталоге я искал ru, lc-messages, все, то мне пришлось здесь немножко поизвращаться. Мы говорим так. Значит, для начала мы говорим, что вот, наверное, просто мышкой можно, что мы будем искать имя нашего модуля, дальше мы отчленим от него dirname, то есть каталог, в котором лежит наш модуль, а дальше к нему присобачиваем под каталог локаль. И в результате получится ровно это. Вот у нас есть место, где лежит модуль, и это нам выдаст dirname от файла, а потом к нему приплюснем локаль, и дальше все будет уже хорошо. Вот. Вот такой каталог уже вполне пригоден для того, чтобы в составе него запускать приложение. Смотрите. С переводом. То есть он подхватил локаль, который лежал вон там. Соответственно, если у вас есть какие-то зависимости, то вы их генерируете вот тем способом, о котором я говорил в прошлый раз. До этого requirements.txt, сетапы подхватывают этот requirements, и, соответственно, при установке вашего модуля потребуется установка этих requirements. А, я не рассказал, как сделать модуль, который можно установить пип-инсталл. Для этого используется еще одна штука, которая называется питоновское колесо. Python wheel. Кажется, его по умолчанию сделать нельзя. Да не make, а дует. Да, видите? Вот. Binary distribution сделать можно, тоже нельзя. Ой, нет. Так, пора заканчивать, да? Сейчас. Как раз и... Ух! Вот. Можно сделать, смотрите, можно сделать штуку, которая называется baddest, то есть binary distribution. Binary distribution лежит вот здесь вот. Но не думайте, что туда входит что-то кроме питона. В смысле, кроме вашего модуля. Просто он скомпилированный. Видите, там скомпилированные файлы, то есть весь pcache лежит там. Вот. Но файл, кстати, там лежит, обратите внимание. что важно. Все хорошо. Но мы хотели не этого. Мы хотели что-то, что можно было одним махом устанавливать. Такую штуку одним махом не установишь. Это все-таки торбол, его надо куда-то распаковать. для этой цели надо создать колесо. На самом деле, вот этот вилл, не важно. На самом деле, вот этот вилл, вот это колесо, это довольно традиционный формат распространения питонных пакетов. пришел он на смену питонним яйцам и отличаются, питонные яйца отличаются от питонних колес тем, что яйца были только для пакетов, целиком написанных на питоне, а вот колеса, в них уже можно включать бинарники всякие, интересные, в частности, библиотечки, в частности, библиотечки, которые являются питонными модулями, написанные на C, под разные платформы. Надо сказать, довольно аккуратно это сделано, я в своей жизни несколько раз сталкивался с необходимостью поставить, несколько десятков раз, с необходимостью поставить питонний модуль, содержащий бинарники с помощью pip install под Linux, и оно работает. Под Windows вообще другого способа нет, потому что сборочная среда под Windows это, конечно, отдельная, очень больная тема. как нам сделать колесо питония, в котором есть все, что нужно. Очень просто нам сделать колесо, мы ставим вот этот модуль, и у нас в списке где там help commands, вот, у нас в списке поддерживаемых команд внезапно появляется BDISTWILL. Вот их там раньше не было, а после установки этого модуля они появились, так же, как после установки MoBuilder появилась вот эта штука. Если мы теперь сейчас скажем BDISTWILL, нам соберется колесо, то есть файл .vhl, вот он, это просто zip-файл, вот, в котором опять-таки есть все, что нужно, или нет, где там, а, во, все, все, что нужно, наш этот самый local, local, egg с описанием, то бишь паспорт, короче, все, что нужно. И это все один файл. Вот этот один файл можно скачать и установить pip-install. Давайте это сделаем. Скачивать не будем, а вот остановить будем. Вот, смотрите, pip-3 install минус-минус user. А, давайте ради прикола даже не так сделаем. Давайте сделаем вот что. У нас же было где-то окружение тут, да, прошлое. Давайте его засунем как полагается питонному пакету внутрь изолированного окружения. Прямо поставим его туда. pip-install src grz dist will. смотрите. Сейчас, python минус m grz тадам. То есть, если бы мы предусмотрели там за какие-то зависимости в виде файла requirements.txt, они бы приехали тоже. Если бы мы предусмотрели там какие-то библиотечки собранные, они бы собрались в момент создания бинарного дистрибутива и здесь бы просто развернулись и с некоторой вероятностью бы заработали. Вот. А поскольку у нас нет ни одной зависимости и вообще ничего, то вот он приехал, прекрасный модуль, который даже запускается, который даже, как видите, после разворачивания видит свои переводы. Сейчас. У меня есть одна мысль, я ее думаю, но, видимо, думаю я ее неправильно. Ну, хорошо. Короче, вот с этим понятно, что она запускается отлично. Вот он, вот он, смотрите. Горзат наш, вот он. Вот сам модуль Горзат со своими переводами, а вот его описал в каталоге DIST-INFO. Все как у людей. Что-то я еще хотел проверить одну вещь, но, видимо, времени уже нет. Хорошо. Тогда давайте теперь, поскольку мы почти закончили, про какие-то другие способы инсталляции. Проблема состоит в том, что если мы хотим инсталлятор, то эта штука жестко завязана на операционную систему. В Windows будет один инсталлятор, в разных Linux другие инсталляторы, в MacOS третий, а в каких-нибудь еще более других операционных системах еще более другие. В принципе, есть проект, который называется Python Installer. Вот он. Который прямо так и позиционируется, как универсальный инсталлятор для всех платформ. Более того, он говорит так, запустите это, запустите это и наступит счастье. Честно говоря, не пробовал. Если вам очень-очень хочется организовать некий инсталлятор, который будет прямо ставить все вместе с Python и запускать, смотрите сюда. Под Windows существует еще примерно десяток каких-то проектов, которые делают XE-шники с Python и чем-то еще. Но насколько это все рабочее, я не знаю. еще одна тема, которую я не успею рассказать, но которую хочу хотя бы потрогать. Это штука, которая называется ZipUp. Сейчас найду ее. А можно здесь найти. С некоторых пор, кажется, с Python 3.4, с 3.5 мы можем взять, затолкать весь наш пакет в zip-архив, назовите его PYS и потом запустить прямо Python. И он запустится. Давайте попробуем это сделать и на этом закончим. У нас тут где-то в disti, нет, не в disti, в building. О! Попробуем его. Что там нам советуют? Python минус mzipup вот такую штуку, да? Это не обязательно. По-моему, вот этого достаточно. Сейчас посмотрим. Так, во-первых, Python 3. Во-вторых, не myapp, а gzat какой-нибудь. Только даже вот так, наверное, да? и чего? Что-нибудь произошло? О, вон он. Вот он. Давайте его посмотрим. zip-архив. Теперь давайте попробуем запустить сейчас из соседнего окошечка. Python 3. сердце. Вот. Обратите внимание, что все хорошо с этим самым zip-апом. Мы запустили файл со всеми модулями, которые там есть внутри, из Python-евого архива. Один недостаток. Видите, какой? GitText не работает. GitText не научен ходить внутрь zip-архива за переводами. Он ходит в файл Mo, который должен видеть. Поскольку он его не видит, он его и не видит. Какие дела? Возможно, с этим можно что-то поделать, но прямо сейчас я ответ не нашел. Это еще один способ дистрибуции питоновских программ, вот, чтобы не делать pip-install. На этом все. через неделю у нас прием семестровых работ, которые будут отличаться от того, что было сформулировано для четвертых, шестых курсов тем, что я призываю вас создать колесо. И я должен это колесо поставить с помощью pip-install и запустить. То есть, скажем так, не обязательно колесо, но обязательно какой-нибудь дипломент. У вас на сайте, на вашем гитхабчике, в редми должно быть написано, какие действия я должен произвести, чтобы запустить эту программу. Вашу. Поскольку вот у нас сегодня был разговор про вот это вот все, значит, что-то нужно собрать. Скорее всего, ну, проще всего собрать вилл файл, мне кажется. Вот. Который я pip-installю и у вас все работает. Вот по примеру того, какой был на сегодняшней лекции. Вопросы? Все, у нас курс закончился. Значит, я резюмирую, что мне категорически не хватило времени примерно на полторы, в полтора раза больше их должно быть. Вот. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Вот. Так что встретимся на вот этом нашем импровизированном зачете. Всем спасибо.